Доминго Парерос, Паваротти с детства готовились к оперной сцене. Михаил Лурусов, солист крупнейших российских оперных театров, исключение. До 27 лет у него не было музыкального образования, и он даже не предполагал, что его судьба – оперная сцена. Парерос, Павел Лурусов, солист крупнейших оперных театров, исключение. Как и все дети, я родился в замечательной семье. Я думаю, что у многих детей хорошие родители. Все было достаточно просто, банально. В Москве? Нет, я родился не в Москве, я родился в Подмосковье. Ныне это город Сергеев-Пасад, а тогда это был город Загорск. В общем-то, я поздний ребенок в семье, и единственный ребенок, ну, по причине того, что, видимо, маме было как-то по здоровью, скажем, не рекомендовали этого делать. И, в общем, меня ни к чему не готовили. То есть у меня были такие родители, достаточно, скажем, лояльные к тому, что я вообще делал. То есть они меня не заставляли что-то вот конкретно чем-то заниматься. Но готовить себя к чему-то конкретно, особенно к музыкальной там жизни и уж к оперному какому-то искусству, нет. Это у меня даже и не закладывалось в голове никаким образом, потому что там где-то по телевизору когда-то показывали вдруг что-то такое там из оперы. Это было, в общем, для меня... Я ничего не думал, я сразу переключал. И, в общем, для... Да просто так куда-то переключал, потому что для меня это было, в общем, непонятное искусство. Я не могу сказать, что оно мне нравилось, не нравилось. Оно просто было непонятно для меня. 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 То есть абсолютно такое состояние блуждания по жизни, что называется. То грузчиком, то снабженцем там, то еще кем-то. В общем, такое... До этого я закончил жизнедорожное училище, в общем, на помощника машиниста. То есть, ну, такая очень странная ситуация. У нас в городе замечательный дворец культуры, такой достаточно большой. Там была оперная студия. И был такой, ну, сводный хор, скажем так, да, там были и дети, и... Я не могу сказать, что взрослые, ну, такие подростки уже, скажем. И руководитель оперной студии мне уже сказал, слушай, ну, вроде бы у тебя как-то что-то такое, я смотрю, там получается. Может быть, ты попробуешь себя на этом поприще? И, собственно, вот с этого как-то и, ну, у меня закралось какое-то такое состояние, что, может быть, что-то получится. И моя красавица сладкости Радостный светлый стон На тебя слетит Радостный светлый стон На тебя слетит Купаешь и плелишь и обо мне И вот как раз в то время, Настало Когда проходил конкурс Чайковского по телевидению Ну, вот, и У меня жена, она смотрит телевизор и говорит, слушай, ну, посмотри, вот поют же люди И тем более, что она уже знала, что, в общем, я могу это делать И Она говорит, давай-ка вот завтра быстренько в консерваторию То есть, ни много, ни мало Сразу в консерваторию Ну, ты знаешь, как-то я, в общем, не готов У меня не было музыкальной грамоты Это же для меня консерватория была Таким, скажем, заведением Которая просто это, ну, невозможно туда Туда прийти даже невозможно просто так Вот, поэтому я Ну, так, с опаской С некой Ну, все равно Она говорит, ну, пойдем прогуляемся хотя бы Вот мы и прогулялись У каждого человека есть судьба, да? И когда человеку что-то суждено И когда он в своей жизни делает все правильно Не делает никому зла Старается приносить радость людям Да? Вот Ну, как-то вот живет правильно, да? Ну, старается, во всяком случае Мы все делаем ошибки Но старается как-то хорошо, хорошо прожить Вот, то судьба его выводит Вот Миша вывела судьба Потому что Начал поздно, действительно Ну, как прорвалось Пел в компании, да? Все у него так было совершенно Все радовало друзей И вдруг Мы решили, что нужно поступить Вот в консерваторию Попробовать, что из этого получится Профессионально получится или нет Вот И как-то получилось ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» В консерваторе я поступал на факультет сольного пения. И, естественно, сначала должны прослушать, насколько ты способен петь. А потом уже идут официальные экзамены, но экзамен по вокалу я сдал, но там идет экзамен теоретический, сольфеджио, теория, где нужно слушать, какие-то аккорды разрешать, писать диктант на слух. Для меня это был темный лес, и такая немножко смешная, нелепая ситуация, когда мне жена говорит, ты когда пойдешь, поскольку ты ничего не знаешь, ну, ты, может быть, спишешь у кого-то? Я говорю, да, хорошо, я спишу. Я списал, но потом выяснилось, что я все равно получил неудовлетворительную оценку. Не у того, у кого нужно, списал. Нет, это было все гораздо проще. И когда меня спросили, ну, а почему, ну, ты же, ну, ты же, ну, мог бы списать у кого-нибудь, я говорю, да я же списал, ну, а почему тогда вот так? Дело в том, что я же не знал, что ноты, они бывают разными по длительности, там, четверти, половины, восьмые, что есть нотный стан, там, что ключико надо писать как-то определенным образом. К счастью для оперы и для самого Михаила Урусова, на экзамене его пения услышал профессор Московской консерватории Петр Ильич Скусниченко. Спустя год, освоив азы музыкальной грамоты в училище, Михаил Урусов стал студентом Московской консерватории. Для меня существует только вот этот временной период, который начался с моей, вот, скажем так, учебы в консерватории, вообще с моей жизни именно вот когда я погрузился уже в музыкальную жизнь вообще. То есть как-то то время, которое было раньше, оно, в общем, ну, как-то немножко стерлось. Я доволен то, что у меня так сложилось в жизни, потому что это не всем дается иметь счастье, скажем, заниматься своим делом. Субтитры создавал DimaTorzok Считается, что у оперного певца должна быть масса, чтобы голос мог на нее опираться. Михаил Урусов и здесь исключением. Он в хорошей форме, прекрасно двигается, танцует, одним словом раздвигает границы жанра и показывает, что оперный певец может на сцене все. Миша Урусов для меня это, вы знаете, я как-то, когда первый у нас парад был теноров, и его снимали на видео, я дома поставил видео. Мама у меня уже немножко подслеповатая, вот, я уже 88 лет. Она прильнула его к телевизору и говорит, сын, а это не твой сын? Я говорю, ну что ты, мама, что все мои сыновья и дочери, я тебя знаю. Он действительно чем-то похож, он действительно похож своей энергетикой. У него очень красивый голос, как я всегда люблю говорить о нем, что он тенор с итальянской слезой, не деланной, а настоящей от природы. Вот это очень ценно. Я надеюсь, что у него все служится по-настоящему хорошо в жизни. Так что он оставит след истории. Молодец, он хорошо пел, нравится мне он. Ну, он шикарный певец, у него очень красивый голос. Мы его слушали в Тоске в зале Чайковского. Изумительно просто, просто изумительно. Вот так. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Есть, наверное, поклонницы, есть люди, которые просят автографа, но такого большого... Такого испытания вы еще не перешли. Количество, да, поклонников, поклонниц. Я не знаю, может быть, это будет, может быть, это нет, но я этому не придаю значения большого. Потому что если они есть, поклонники и поклонницы, это хорошо. Если их нет, ну, значит, чего-то недоработал. То есть, безусловно, я думаю, что каждый артист, он хочет, чтобы у него были поклонники и поклонницы. В общем, наверное, это плохо, если их нет. Но я надеюсь, что у меня есть какой-то уже свой круг людей, которые ходят в театр, слушают. И, в общем, у меня есть поклонницы и поклонники более старшего возраста, скажем. Ну, наверное, это зависит все-таки от того, что какая публика посещает в данное время, в наше время. Оперные театры, оперные площадки, вообще классические концерты. Подрялся мне больше всего Михаилу Руссов, солиста Несовского театра. У него очень красивый голос, прекрасные верха. Ну, вообще, очень хороший концерт. Удовольствие большое, конечно. Я сам тенор, заслуженный артист России. И мне очень нравится. Обычно тенора теноров редко хвалят. Нам очень понравилось. Субтитры создавал DimaTorzok Удобный очень партнер. Наверное, удобнее человека и как человека, и как партнера не бывает. Видимо, и человеческие качества переносятся автоматически на сцену, мне так кажется. И на него всегда можно положиться. Даже если какие-то мизансцены, может быть, это ввод или какое-то еще краткосрочное мероприятие, то на него можно положиться, и с ним всегда все происходит удачно. Потому что у него есть уверенность, у него есть всегда контакт с партнером. Да, мы с ним дружим, мы знакомы очень давно, мы еще вместе учились в консерватории. Он очень легкий, очень коммуникабельный, очень разносторонний. То есть много положительных качеств, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok Я человек ненасытный, у меня стремление ко всему. Я даже не знаю, за что мне взяться, в общем, как это все. Мне столько нужно много учить, столько мне хочется работать. Но в данный момент я занимаюсь партией Альфреда в Травиате. То есть этот спектакль будет поставлен в театре Станиславского. Нет, простое. Потом все время повторяешь какие-то партии, которые есть. В общем, думать о том, что впереди... Ну, как бы здесь нам не приходится уж сильно так напрягаться, потому что всем хочется, в общем, практически одно и то же. Я имею в виду оперных исполнителей, там, скажем, теноров по голосу, да? Все хотят спеть там определенные какие-то партии одни. Я думаю, что это все придется уже. Есть просто партии возрастные, которые, ну, как правило, лучше исполнять, там, скажем, после сорока лет. Такие, скажем, как Отелло. В общем, эта партия очень возрастная, она очень сложная. То есть можно просто на ней потерять голос, не дождавшись, так сказать, того, что ты вообще ее споешь. Гвидон в сказке о царе Салтане, Вадимон в Иоланте, Хосе в Кармен, Каварадоси в Тоске, Андрей Хованский в Хованщине. Сегодня в исполнительскую программу Михаила Урусова входит и оперная классика, и оперетта, и роли в драматическом театре, и кино. Единственное, о чем я жалею, единственное, наверное, о том, что, к сожалению, родители не увидели меня на сцене. То есть, и порой я, когда выхожу на сцену, я отдаю дань и уважение своим родителям, которых, к сожалению, уже давно нет. И единственное, что мама, она уже знала, что я поступил в консерваторию, это для нее было, конечно, большим счастьем. То, что она уже, она понимала, что все, вот именно вот этим я буду заниматься, потому что она в виде мои, так сказать, скитания, разные по разным, так сказать, местам, по разным работам. А здесь она поняла, что вот, но, к сожалению, на сцене ни мама, ни отец меня не увидели вживую. Хотя, я думаю, что они, конечно, все видят и все знают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok